приветствую сейчас за кофе что я уже показывает смотрите ниже части если меня просто вот и кокосовый значит блокбанк был о чем мы говорили сейчас хочу в этой части поговорить вообще о знаете таком явление как вот вам объяснить почему сильные личности вообще не могут подчиняться не могут сказать в первую очередь думать о других потом уже себе я вообще считаю помощь должна быть но сначала ты должен помочь себе своей семье потом уже до родни почему потому что у сильной личности есть узнаете скажем так у каждой любой сильной личности есть какая-то цель и планы на жизнь дальше ну то есть вот так 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 будет и есть свои какие-то ну и недвижимость том числе своя да за которой нужен уход вообще какие-то свои дела конечно не самостоятельный человек который живет для других такой слабенький он всегда будет безотказанный в любое время он дня и ночи поедет да но такие личности ничего никогда не добьются то есть человек который живет жизнью других людей то есть вот он не знает но это было чаще всего те кто не знают что ничего не хотят вот я например четко знаю что хочу я знаю что мне нужно когда мне нужно и мне получается что приходится на два на три часа отодвигать свои планы все время постоянно я не на пенсии вот если бы я была на пенсии допустим жила в частном доме я бы хотя тоже тут вопрос большой вообще находился любой мой муж бы вообще в доме вот как бы да делал бы свои дела то что судя по квартире нет дела делаются где-то там где-то во дворе где-то с родителями где-то там еще где-то на работе но только не дома причем я-то понимаю что там такая помощь знаете на там тут подковырнуть тут подделать ну так это самое как говорится не то что вот конкретно вот допустим конкретно дома нам требуется ремонт на кухне тоже очень долго это же очень да но у меня вот тоже тут вопроса в своем доме тем более да очень много дела ремонтов меня тут вообще вот вопрос как бы помогая вот так вот другим считаю что им нужнее помощь до себя себе забывая надо наверное задуматься о том что когда-то твоим кто с тобой живет семья да это надоест в конце концов и вот кстати тоже это причина разводов причина скандалов причина ссор причина вообще конфликтов негатива потому что я все равно считаю как я вам всегда говорил сначала вы сами потом ваша семья до близкая жена там семья дети а потом уже родители и друзья